Добрый день, уважаемые подписчики, любители цветов и гости канала Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня поговорим... Нет, не о розах. Пока розочки отдыхают и набирают сил после первой волны цветения, в моем саду буйствуют лилии. О некоторых из них я расскажу сегодня. Этот удивительно красивый цветок радует прекрасным видом и ароматом. Низкорослая лилия базар посажена у дорожки на переднем плане перед розами. Цветок яркого пурпурного цвета и крупный, более 17 сантиметров в диаметре, но невысокий у меня вырастает до 40 сантиметров. Многие выращивают его как горшичное растение. У меня он растет и зимует в открытом грунте. Лилия Детройт зацветает самой первой. Яркие блестящие цветы выглядят очень эффектно. Индиан Даймонд еще в бутонах. Высота этой лилии около 120 сантиметров, а диаметр цветка более 15. Вот, взгляните, какой он крупный. И только через несколько дней распустился Индиан Даймонд. Эти же две лилии на юго-восточной стороне. При поливе не лейте на листочки. Могут появиться грибковые заболевания. Если хотите поставить цветы в вазу, не обрезайте лилии очень низко. Если удалить более 1 трети степля, то на следующий год лилия будет свести слабо или совсем не зацветет. Посмотрите, какой прочный стебель. И на каждом может быть от 10 до 15 бутонов. Одной лилии бывает достаточно для вазы. Вот они, какие огромные. Свои 4-5-летние лилии я рассаживаю в середине августа. После цветения лилия должна набрать силу, а луковичка должна быть плотной и упругой. Но на это уйдет около месяца, иногда даже чуть больше. Если вы видите, что стебель лилии отмирают, то это, скорее всего, грибковое заболевание. Обработайте луковицу фитоспорином или марганцовкой, можно другими обеззараживающими средствами. При рассаживании лилии меняйте место посадки. Это служит профилактикой от заболеваний. Чувствуете, какие они крепкие, сильные? Какие красавицы! Лилии хорошо реагируют на подкорм по золой. Я проливаю зольным настоем. Можно просто посыпать золой под почвей. Если так делать несколько раз за сезон, то и цветы будут крупнее, и окраска ярче, и болезни меньше. А это группа товарищей целый день на солнышке. Вот они какие. Еще хочу представить вам белую махровую лилию Анна-Мария Дрим. Смотрите, какая очаровашка! Высота у нее 60 см. У меня их было 5 см. Внутри я срезала в вазу. Очень нежные и красивые. Я не укрываю лилии на зиму. Присыпаю слоем торфа. Дорогие друзья, благодарю за просмотр. Подпишитесь на канал. Впереди много интересного. Благодарю вас за лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!